Так, друзья, всем привет! Катался по лесу, решил записать вам видео. Совершенно в другом формате. Если это видео зайдет, будем дальше с вами в таком формате записывать. Немножечко в легкой обстановке, но возникают вопросы, я постараюсь на них отвечать. Поэтому будьте особо внимательны в этом видео и на все хорошие вопросы поотвечаю в виде формата видеозаписи. То есть запишу для вас видеоролик. Итак, поделиться хотел бы следующим. Большинство сейчас сталкивается с проблемой, с той, что недостаточное количество клиентов. Либо на недвижимость арендную, либо на недвижимость продажи, либо на посуточную, либо на долгосрочную аренду. Вот туристы перестали ездить, что-то, какие-то сложности. В общем, много всего происходит, но это не значит, что все остановилось, деньги ушли, клиент ушел полностью и ничего нет. Это значит, что подходы поменялись, рынок поменялся, стратегия привлечения клиента тоже поменялась. Инструменты для привлечения точно так же поменялись. В общем, маркетинг меняется, все меняется. Поэтому, если сегодня не делать новых шагов, результата никакого не будет. И я бы хотел с вами поговорить сегодня, знаете о чем? Именно о том, что я считаю, особую роль играет в привлечении клиентов. И то, что большинство не делает. Кстати, если вы до этого момента посмотрели видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал обязательно и следите за всеми выпусками. Буду бомбить вас многими роликами разными. Поэтому обязательно подписывайтесь, пишите комментарии. Не просто комментарии, а вопрос. Так вот, считаю, что одним из главных инструментов, который должен использовать сегодня предприниматель, это сегментация аудитории. Большинство людей этого не делают. Не сегментируют аудиторию, прежде чем начинают работать с рекламой. Прежде чем начинают какие-то делать правильные посылы. Они не сегментируют аудитории. А почему это происходит? Потому что люди думают, что они для всех сделают рекламу. Буду ехать на велосипедике своем и вам говорить. Люди думают, что они сейчас запустят рекламу. И все пойдет как положено, все как по маслу будет хорошо работать. Но на самом деле это не так. Представьте себе, возьмем хотя бы 4 разные аудитории, которые могут арендовать у вас недвижимость. К примеру, аудитория предпринимателей и сотрудники, которые постоянно находятся в формате того, что они приезжают по какой-то причине в ваш город. У них есть определенные требования, определенные желания. И эта аудитория совершенно отличается от аудитории, к примеру, молодой пары, которая приезжает к вам в город для каких-то других событий. Или же семейная пара с детьми. Точно так же отличается. Поэтому важно сегментировать аудитории. Или же возьмем еще одну, допустим, аудиторию, такую как внутренний турист. Это те люди, которые посещают ваш город по тем или иным причинам. Потому что им надоело сидеть дома, они хотят увидеть что-то новое. И тут появилась возможность, они откладывают деньги и начинают путешествовать по вашему внутреннему рынку, вашей страны. Так вот, сегментируя эту аудиторию, представьте себе, с какой точностью и вероятностью того, что вы попадете прямо в цель, вы будете писать правильно рекламу, составлять правильное объявление. И это не говорится про то, что я сейчас найду подрядчика, тот, который мне сделает крутую рекламу, и как привлечет мне кучу клиентов, и я буду как принимать звонки, и как начну зарабатывать 2 миллиона долларов в час. Эта история очень искренняя и понятная, когда вы как предприниматель, как собственник, как тот, который либо начинает, либо продолжает путь предпринимателя, вы начинаете очень детально вникать, что же влияет на конкретно рекламу, потому что она с каждым годом, каждым днем дорожает. Что же влияет на то, чтобы моя реклама была актуальна, качественна, и клиенты приходили гораздо быстрее, гораздо дешевле мне доставался клиент и так далее. Поэтому я рекомендую вам пересмотреть как раз сегментацию аудитории. Это один из инструментов, которым бы я хотел с вами поделиться. Начните сегментировать, распределите вашу аудиторию, и поймите, что для этой аудитории будет актуально в вашем городе, что для этой аудитории будет актуально, почему они приезжают, какой у них может быть бюджет, что им еще предложить, как должно быть составлено мое объявление, чтобы действительно человек хотел перейти по этому объявлению, посмотреть, почитать, влюбиться в мой объект недвижимости и так далее, и захотеть заплатить за него деньги. Вот подумайте над этим, поверьте мне, когда вы это будете использовать на практике, а мы это используем каждый день на наших объектах, поэтому, когда вы будете это использовать на практике, увидите, что результаты будут меняться. Этого не делает большинство людей. Вот такое коротенькое видео, которым я хотел поделиться, поэтому пишите ваши вопросы, комментарии, буду отвечать на ваши вопросы, по возможности, как только можно, вот, чаще записывать в формате видео, и будем с вами вот такой вести диалог, не монолог, а диалог, будем вместе общаться. Поэтому до встречи в новом ролике, в новом видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, в шерте это видео и будем встречаться с вами до встречи а я погнал пока покатаюсь немножко по лесу вот такие у нас здесь холмы вот такая вот ситуация в детстве это называлась американские горки для нас это было такое что-то фантастика мы как возьмем свои школьники по моему велосипеды еще были у нас какие-то там как возьмем как начнем по лесу вот таким посадкам лесам в общем чем и только не чудили самая максимальная скорость которая может быть стрёмники и велики сейчас конечно комфортнее поудобнее но тогда был любой школьник это праздник я помню что я вообще мечтал каком-то велосипеде поэтому наслаждаемся друзья этим летом все всем до встречи